Нужно кого-нибудь посадить, чтобы управляющие компании начали работать. Об этом заявил Олег Грищенко на постоянно действующем совещании. Обсуждали проблемы в сфере ЖКХ. В частности, речь шла о деньгах, которые уже потрачены, а также необходимы городу для восстановления домов, нуждающихся в ремонте. О чем еще говорили на заседании, расскажет Татьяна Кудасова. На постоянно действующем совещании подвели итоги 2011 года. В первую очередь, обсудили реализацию муниципальной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. Она существует уже 4 года. На работы привлечено почти 2 миллиарда рублей и отремонтировано около 1700 домов. Проведены внутридомовые инженерные системы, заменена кровля, установлены общедомовые коллективные приборы учета, утеплены фасады. За время существования программы заявки на капитальный ремонт подали почти 6000 домов. Самая главная проблема, с которой столкнулась администрация города, не соблюдение сроков сдачи работ. Были случаи, когда ремонт продолжали делать в декабре. Отметил Олег Грищенко и то, что есть недобросовестный руководитель управляющих компаний. Мы много обращений написали в прокуратуру города. Где-то были какие-то решения. Ну, по крайней мере, я очень слезно просил, кого-то посадили для Астраски. Вот такого не было, к сожалению. Хотя надо было кого-то посадить, для того, чтобы сдрогали немножко руководительную управляющую компанию. Дом-комприз. Около 50 миллионов рублей за долг из АТР. Поставщикам энергоресурсов. 50 миллионов рублей. Жители платят, управляющие компанией вместе с руководителем Карташовым. Не платят. Поставщикам энергоресурсов. Можно написать везде. Осталось написать и обратиться еще только с портлатурой. В этом году на капитальный ремонт на Саратовскую область выделят 421 миллион рублей. 150 из них отдадут Саратову. Прилечь удастся также средства из областного и городского бюджетов. Но это не больше 50 миллионов. Я считаю, нужно создавать муниципальную программу, на 12-й год, ее утверждать. И, соответственно, здесь есть возможность бюджетные деньги, чтобы помимо фонда рекламирования ЖКХ, еще выделять деньги собственного городского бюджета, чтобы мы могли бы таким домом помогать. Люди не в состоянии собрать деньги на необходимый ремонт. Вот и все. Обсудили на совещании и как исполняется план по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города. Поступило почти 50 миллиардов рублей. Но этих средств крайне не хватает, заметил глава города. Я думаю, что по всем направлениям хозяйственной деятельности города мы работаем очень плохо. Потому что если так посмотреть на цифры, 50% потребности при исполнении наших полномочий, это разговор ни о чем. Денег в полном объеме нам не додает в соответствии с бюджетным налоговым законодательством. Посмотрите, какие у нас там массивы отчислений, маленькие, посмотрите. Часть налогов нам вообще не дает, хотя, по сути, это наша работа. Олег Грищенко выступил с предложением выходить на депутатов Государственной Думы, чтобы они на своем уровне вносили изменения в бюджетное и налоговое законодательство. Только тогда можно будет осуществлять работу в полном объеме. Татьяна Кудасова, Юрий Касабрюхов, Павел Криклевец, Вести, Саратов.